Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но сообща обувь ей нашли и Саша, окрыленная таким финалом, наконец почувствовала, что она тоже член команды. И когда на очередном привале она вдруг поделилась с кем-то кусочком хлеба, хлеба, которого вечно мало, который здесь воспринимается как воздушное пирожное, Саша окончательно влилась в команду, словно капелька воды в озеро. Она даже перестала отсиживаться в грузовом отсеке во время сплава и теперь гребет наравне со всеми и, судя по всему, получает от этого несказанное удовольствие. Как быстро забываются эти мелкие несчастья, стоит лишь войти в ритм движения катамарана и открыть глаза красоте этого мира. Когда наши катамараны, наконец, причалили у лагеря большое приключение, на берег сошли как будто другие люди. Они стали терпимее относиться к чужим недостаткам и слабостям, а в трудные минуты перестали отсиживаться в ожидании, что кто-то другой решит за них все проблемы. Это случилось не сразу. Это давалось с трудом. Но это была их победа. Я научился грести на катамаране. Для меня это было впервые. На катамаранах раньше не плавал, только на лодках. Дрова собирать тоже. Песни вместе пели. Коллектив просто очень дружный. В жизни, наверное, у меня такого коллектива никогда сплоченного не было. Прямо приятно себя чувствовал. Прямо как второй дом, действительно. Эти испытания нужны нам для того, чтобы самим себе доказать на то, что мы способны делать то, что могут другие. И в этом лагере очень, скажем так, теплые отношения к нам, с теми, у кого есть какие-то дефекты или зрения, или слух. И, конечно, у лагеря жизнь только начинается, как у этих ребят. Может, еще и потому так стремятся они сюда, такие разные, такие непохожие, что всех их как раз и объединила молодость, устремление, искание и надежда. И те добрые традиции лагеря, которые сейчас складываются, ребята впитывают в себя и наверняка станут их продолжательнее. А уже ночь спустя на московский перрон выходили из вагона поезда настоящие Робинзоны. И, глядя на их лица, было понятно, что каждый из них все-таки нашел свою пятницу. Кто-то новых друзей, кто-то новое ощущение свободы, а кто-то самого себя, обновленного, уверенного в собственных силах. И, обернувшись туда, к уже далекому берегу Мергубского озера, наверняка каждый из них увидит, как над еще не остывшими углями едва колышется натянутый меж сосен огромный купол парашюта. Все это время он объединял их, укрывал от дождя, от одиночества. Под его надежной крышей ребята обретали друзей, давали обещание вернуться. И они обязательно вернутся, чтобы еще раз согреться у костра под этим куполом, символом спасения и единства, который теперь уже не даст им пропасть поодиночке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова